Прекрасно, прекрасно, семья, это просто, это просто, я наслаждаюсь этим новым сезоном. Если ты еще не наслаждаешься, я не знаю, в какой пещере ты живешь, из какой пещеры ты выполз. Вы знаете, это настолько сейчас новый сезон, это настолько сейчас свобода в духе, настолько мы входим сейчас в что-то абсолютно другое. И это другое, оно зависит от твоих отношений с твоим Богом, не от отношений пастора с Богом. Это личное, это Бог зовет тебя, это не толпа, это не где-то там, знаете, в кучке меня коснулось. Это личное отношение Иисуса Христа. Давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать. Аллилуйя, нам приятно быть вместе. Это семья, глобальная семья, локальная семья, но все это семья Бога. Итак, родные, то, что я буду сейчас говорить, довольно-таки взрослое и глубокое откровение, которое Бог мне дал прожить. Я так скажу, у меня еще не в одном воскресенье, я так скажу, еще в последующие несколько воскресеньев, скорее всего, будет всплывать Прага, потому что я был втянут в абсолютно уникальный древний портал, в котором я видел очень уникальные вещи. В последнее время я начал Богу задавать вопросы, уже где-то месяца два-три назад, примерно с начала Нового года, как мы с вами перешли вот в этот новый сезон, я начал просто Богом, меня страшная тяга пришла к откровению сынов Бога. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы чувствуете, что это откровение этого сезона? Это вот если ты хочешь понять, что такое, что этот сезон, это Бог сейчас начинает выявлять и открывать тайну того, чего ждет вся земля. Кто-то понимает? Земля не ждет пророков. Кто-то может услышать меня? Нигде не написано, все творение с нетерпением, истомившись своими словами, говорю, ожидает восстания пророков и апостолов. Стоп! Сынов Бога. Вы знаете, что сыновство намного выше титулов? Титулы в небе заканчиваются. Сыны Бога никогда. Кто-то понимает глубину этого откровения? Титулы заканчиваются. Я не буду пастором на небе, и я жду этот день. Потому что я хочу быть у ног Иисуса Христа, валяться в Его присутствии, а не кому-то ум вставлять. Я хочу быть с Иисусом, окей? Вот это моя функция. Во-первых, сын, во-вторых, поклонник. И в-третьих уже пастор и остальные все титулы. И я начал, вы знаете, я сосредоточил мое сердце на том, чтобы искать лица Бога и узнать, что это такое. Из Библии начали эти вещи на меня просто прыгать, захватывать. Я начал молиться. И вы знаете, и последнее откровение, и воскресенье, это, честно сказать, это не только я говорю. Послушайте нашу команду учителей, которые учат, когда меня здесь нет или я в Портленде служу. Все говорят об одном и том же. Мы не сговариваемся. Все, все как будто начинает подниматься. И я так благодарен Богу, что мы наконец-то у этого сезона. О, Иисус, спасибо тебе. Вы даже не представляете, насколько, когда ты сходишь с Богом, ты различаешь времена и сроки. И я понимаю, если сейчас пришло откровение насчет сыновей, это значит, очень скоро мы их увидим. Кто-то понимает? О, дорогие, я вам честно говорю, Бог никогда не забавляет нас какими-то откровениями, глубинами, чтобы не перевести нас туда чуть попозже. Поэтому приготовьтесь, сейчас идет откровение и глубина, и Бог вам будет это открывать, мне открывать, нам всем, как телу открывать. Итак, если вы следили за конференцией в Праге, если нет, без проблем, вы можете пересмотреть потом. Но я так скажу, что все, что я сейчас говорю, последнее время, даже до Праги и в Праге, и сейчас я пойду дальше, это все абсолютно связано. Все понимают, да? Оно абсолютно связано, как одной нитью, потому что я хожу сейчас в сезоне откровений сынов света, сынов Бога, вот этим новым сезонем. Итак, тема называется «Духовная ДНК сынов света». То, что я сейчас буду говорить, дорогие, мне, во-первых, это откровение стоило очень дорого, в подробности я идти не буду. Но я знаю одно, когда за откровение идет очень серьезная битва, это значит в тело Христа что-то будет высвобождено, что изменит очень многие вещи. Кто-то понимает, да? Это изменит позиции, это изменит понимание, это изменит даже подход, потому что до этого сезона, по крайней мере, у меня, у меня было покрыто мраком и тайной, кто они, сыны Бога. Кто-то понимаете, да? Кто же они? Библия о них говорит, как о чем-то очень великом, очень мощном, чем-то очень, я так скажу, непревзойденном. И не только ожидает их тело Христа, не только ожидает вся земля, их ожидает животное, мир творения. Это говорит о том, что что-то будет происходить, что даже животное, живот, все творение ожидает с нетерпением откровения сынов Бога, сынов света, как угодно называйте его детей. Это говорит мне о том, что значит не все рожденные свыше являются сынами, иначе бы этого места просто не существовало. Если бы мы рождались свыше, Бог бы не написал, что с нетерпением все ждет. Людей рождается свыше массы, это значит, что не пятикратное служение ожидает тело Христа, хотя это все часть этого, все со мной. Это значит, что-то есть намного выше, больше и дальше, чего ожидает все творение с нетерпением, что куда нам нужно посвятиться, вникнуть и углубиться. Итак, я начну. Духовная ДНК сынов света. В одном из моих последних видений в Праге, это было именно в Праге, я просто провалился в атмосферу, о которой я говорил в пятницу на молитве, после молитвы. Знаете, у нас молитва плавно переросла в учение, в проповедь, ничего не сделаешь, элемент такой. И получается, что я так скажу, что я уже там немножко начал, и в Праге я чуть-чуть начал делиться этим откровением на последнем служении. Но я скажу, дорогие, что сегодня мы пойдем вглубь, именно откровение, потому что контекст конференции не позволял мне углубиться именно на этом слове. Поэтому в одном из моих видений, именно там, в последних видениях, я увидел тронный зал Бога. В этом видении я увидел массы линий света или канатов, исходящих от трона Бога, из самого Бога. Каждая из линий света, когда мое внимание было приближено, как, знаете, когда ты в видении находишься, ты можешь фокусироваться на какой-то вещи, и она для тебя открывается. Когда я сфокусировал мое видение на этом канате или линии света, я увидел, что линия света была в форме ДНК. Затем я увидел, что от Бога шло очень много этих ДНК канатов. И я увидел, что на каждом канате ДНК, на каждом сплетении ДНК было написано имя, функция, предназначение. Другими словами, то, для чего люди были рождены и функционировать на этой земле. Итак, вот отсюда началось. И я понял, для меня было открыто понимание в моем сознании, как учителя, человека, которого Бог призвал на эту позицию, для меня было открыто, что это было именно духовное ДНК самого Иисуса, извиняюсь, самого Отца Бога. И Иисус был частью этого. Чуть попозже я затрону откровение невесты, которое меня просто взорвало. Просто не уходите, не спешите никуда. Сегодня будет, я так скажу, наверное, не очень короткая тема, потому как эта тема не основана даже на умозаключениях человека, а на том, что Бог мне открывает в этом сезоне. Итак, я понял, что это одно из важнейших откровений последнего времени, дорогие. Я не знаю, как, но именно в этом откровении, в этой атмосфере славы, я понял, что это одно из важнейших откровений, это одно из фундаментальных откровений последнего времени. И я сейчас делаю все возможное, чтобы инвестировать туда своим временем, своими эмоциями, молитвами и постами, чтобы именно захватить это откровение. И чуть попозже, я уверен, Бог будет открывать его больше и больше, и не только через меня. Дальше. Я понял, это одно из важнейших откровений последнего времени для входа детей Бога в их духовное ДНК и духовное наследие. Это откровение еще предстоит распознать и углубиться в него. Сразу говорю, что я совсем его не исчерпаю, предупреждаю, что это не закрытие этой темы, это абсолютное начало. Сатана отлично знаком с тем, что такое ДНК Бога и наследие сынов света. Он знаком с этим. Поэтому, дорогие мои, сейчас мы наблюдаем, церкви растут и развиваются, но все мы с вами чувствуем, оно, я не знаю, оно где-то в глубине нашего духа, что чего-то не достает. Все со мной? Все рожденные свыше, которые более-менее в близости с Богом ходят. Я не говорю сейчас о религии. Я говорю о людях, которые знают живого Бога и встретились с Ним. В глубине твоего духа, так же, как и у меня, есть неотвеченный вопрос, чего не достает. Где этот ингредиент? И Бог мне сказал, ингредиент этот и называется сыны света, сыны Бога. Вот этот ингредиент. Это тот ингредиент, это те личности, до которых дьявол не может добраться. Эти люди ходят в абсолютно другой атмосфере. Как я и говорил, атмосфера Эдемского сада, это не только физический сад, это было духовное место, духовная сфера, из которой мы выпали и превратились в животных, живущих во внешнем дворе. Я уже открывал это откровение внешнего двора святого и святого святых. И поэтому есть такая позиция, как Божий Эдем, духовный Эдем. Это не только хождение по земле, это абсолютное взаимодействие с Богом, Его Духом, ангелами, со всем движением неба. И мы призваны там жить. Это именно там, где оперируют и живут сыны Бога. Все за мной. Это именно то место. Они ходят по земле, но в то же самое время они не от этой земли. Они не живут землей. Они не захвачены землей. И поверьте мне, спасенные народы и сыны Бога, это абсолютно две разные категории. Сразу. Если кто-то думал, что ты покаялся, ты сын Бога. Нет. И еще. Когда я сейчас объясню вам, что такое сыны Бога, ты сам для себя определишь. Сыны – это абсолютно личности, которые на миссии. У них единственная миссия – строй, царство Бога. У них нет ничего другого, никого другого. Это люди, выпадшие из элемента реальности, для которых реальность не имеет абсолютно никакого значения. Они только здесь для того, чтобы установить одну из световых линий ДНК, которые Бог их призвал совершить. Все за мной. Итак, мы идем в это откровение. Дьявол знаком с ДНК Бога и наследием сынов света, поэтому он делает все возможное, чтобы люди после рождения свыше не дошли до этого откровения и не вошли в наследие отца, которое он приготовил для своих детей. Это ДНК. Это в нем есть твоя функция, как сына, и как сын имеет наследие. Знаете, почему церковь до сих пор практически никто не ходит в наследиях и мантиях? Кстати, о мантиях чуть попозже. Мантия – это ДНК, то, к чему тебя Бог присоединил. Это не то, что ты захотел, например, мантию пророка, мантию учителя. Этого не бывает. Это передается по ДНК духовному от Бога и дается только тому, кого Бог определил, а не пастыр маслом измазал. Кто-то со мной? Поэтому здесь очень аккуратно с мантиями и передачами. Это делает Бог исключительно исходя из ДНК, исключительно исходя, кого Он призвал быть в этой позиции. Далее. После рождения свыше, смотри, все возможное делать, чтобы люди после рождения свыше не дошли в это откровение, не вошли в наследие Отца, которое Бог приготовил. Это наследие. Это наследие. Когда люди рождаются свыше, нам всем необходимо с помощью Святого Духа найти именно свою линию духовного ДНК. В ней наше будущее, обеспечение, наследие и награда. Кто-то понимает? Библия везде говорит, что мы входим в наследие предков. Что-то есть. Апостолы даже об этом вскользь говорили. Я сейчас туда идти не буду. Что есть вот это наследие у взрослых личностей, у духовных сыновей, о котором не могут говорить в открытом пространстве просто так апостолы. Они об этом говорят среди зрелых людей, среди тех, которые понимают, что происходит. Итак, внимание. Я увидел имена многих людей вплетены в это ДНК царства и строителей царства. Я увидел не только от самого Бога исходила эта ДНК, например, ДНК апостольства или ДНК учителя. Это все функции. Но они вплетаются. Я увидел на этих ДНК, вот этих отсечениях, когда ты ДНК видишь, я увидел на каждом отсечении написано имя определенного апостола, бывшего ранее перед этим. Я также увидел имена тех, которых мы еще не знаем, они там, они приготовлены Богом войти чуть попозже. Я увидел отрезок примерно, где мы находимся. Я увидел, что у Бога есть огромная мечта и желание всех нас сделать частью своего ДНК. Да, вы знаете, что только сыны имеют наследие, спасенные имеют спасение. Спасенные головня из огня – это не сын, и он абсолютно не может быть в Иерусалиме. Кто-то понимает? Это абсолютно не невеста, а невеста чуть попозже. Я просто хочу, чтобы сейчас на этом плотном откровении не потерять тебя. Смотри, до этого момента вы все со мной? Все со мной, да? Я постараюсь это все перемолотить медленно и как можно понятнее. Но это откровение само по себе очень плотное и массивное. И для этого требуется знание предыдущих сезонов, чтобы понять этот сезон. Итак, когда люди рождаются свыше, нам необходимо, всем необходимо с помощью Святого Духа не просто спастись. Дорогие, сейчас время это оканчивается. Кто-то понимает? Спасся и занялся своей жизнью. Я, когда спасся, теперь миссией с Сыном Бога, которые куда входят и женщины тоже. Мы об этом уже в откровении говорили, да? Миссией с Сыном Бога теперь с помощью Святого Духа войти в свою линию ДНК, в свое наследие. Кто-то понимает? В свое имя. Вот это твоя позиция. Дальше. После этого твоя духовная территория обитания, то есть наследие, это твоя духовная территория обитания и управление. Но чтобы войти в наследие, нам всем необходимо распознать и войти в свои духовные линии ДНК. У Бога существует его наследие. Оно находится в духовном ДНК. То есть только его дети наследуют одну из линий света. Я увидел, что только Бог обладает всеми линиями. Другими словами, представьте, у него есть огромная семья по ДНК. И эта семья, это пророки Бога. Кто-то понимает? Это не просто пророчествующие, как мы с вами иногда, знаете, там попророчествовали, что-то увидел. Это пророки. Это то, чем они заняты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это ДНК пророка. У него ничего нет, кроме этого. Он захвачен этим. И вот это то, дорогие, я просто наслаждаюсь тем, во что скоро преобразится церковь. Я просто захвачен Богом. Не будет время вот этим песням, хоть тресни, религиозным сборником. Бог, мы будем захвачены величием Бога. Мы будем просто раздавлены Его славой в Его присутствии. Дорогие мои, я просто, когда я в это вхожу, когда я это начинаю видеть, это просто пересиливает меня. И я вам честно говорю, я просто молюсь, чтобы мое сознание сейчас не ушло в пьянь опять. Окей? Потому что, когда я ухожу в духовную пьянь, я неадекватен и точно проповедовать не могу. Могу только валяться и ржать, окей? Под присутствием Святого Духа. Потому что твое... Вы знаете, разум всего лишь может выдерживать определенное давление Святого Духа. Потом, чуть попозже, он просто уже говорит хе-хе-хе. Кто-то понимает, да? То есть до определенного момента ты стоишь, и ты весь такой серьезный, поклоняешься Богу. И потом, когда видишь у кого-то хе-хе-хе, начался. Это говорит о том, что он уже пошел чуть дальше. Это значит, его разум уже сказал, а вот здесь давай попрощаемся. Я останусь тут, хе-хе-хе, а ты иди. То есть, если кто не понимает, что такое духовное опьянение, духовное опьянение – это мое адекватное сознание не способно сейчас преобразовать информацию Духа. Все со мной. И оно оканчивается. Мы это выражение в центре называем как? Ум пукнул. Вы что, забыли? Мы это выражение называем ум пукнул? Все. Ум остался позади. Это откровение, кстати, прошлого сезона, но ум остается в этом же самом состоянии, когда присутствие Бога приходит. Смотри. Только Бог определяет и обладает всеми линиями ДНК. Мы его семья и наше наследие находятся в одной из этих линий. Я увидел, как будут награждаться сыновья, которые исполнили миссию и вынесли свою функцию. Я увидел, что мы с вами, я увидел, что обители, знаете, вот обители на небе, да? Вот это странное слово, которое, мы не знаем обители, баптистов обители, да, писи, я не знаю, харизматов обители, какие обители, а оказывается, я увидел под обителями эта семья твоего духовного ДНК, где ты будешь жить. Кто-то понимает? Обитель, дорогие, вы даже не представите. Мы с вами, например, я учитель, представляешь? Я провалюсь в миллиарды, миллион, я не знаю, сколько, учителей. И представь, что мы там в этой семье учителей и пасторов, например, да, будем делать. То есть там много вещей вплетено в эту позицию. Представь, у каждого из нас поклонники, представь, у них своя обитель. Это не говорит о том, что мы там будем жить в этих обитель. Это говорит о том, что у нас есть семья. У сынов есть семья. Это не просто там где-то на лоне Авраамовым там подвисли все, кто немножко дымком подпахивает. Кто-то понимает, да? У нас есть семья. Эти личности, которые живут в Иерусалиме, это церковь, это невеста. Это не те, которые прошлялись на этой земле, каялись, грешили, там таскались, не знать, где попало, и потом, как смердючий пес пришел, покаялся в ногу Христа и получил. По благодати ты получишь спасение, но не наследие. Наследие входят сыны, проданные, посвященные с ума, сшедшие на Бога. Ты адекватен? Мне тебя уже жаль. У тебя будет другая обитель. Дальше. Кстати, каждая из этих вещей, это целое откровение, в которое я не иду сейчас. Я сейчас просто вам слегка скажу те вещи, которые мой дух зацепил, когда я двигался в этом видении. И эти откровения потихоньку, я уверен, что Бог меня сосредоточит на каждом из них в свой сезон, и мы туда войдем с Божьей помощью. Итак, мы его семья. У каждого из нас есть семья. Нам необходимо понять, поймите сейчас одну вещь, что концепт физического ДНК человека построен на духовном прообразе. Все со мной. Я сейчас хочу, чтобы ты понял. Например, у меня есть мама, у мамы есть мама. Кто-то понимает, да? То есть у нас есть семья. Меня по ДНК можно провести до самого Адама. Все со мной, да? И каждого из вас также. Мы где-то там с вами сойдемся. Представь, так это физическая ДНК. Можешь представить? Я абсолютно увидел. Я раньше этого даже не понимал. Я увидел, что концепт физической семьи, физического ДНК и физических ветвей ДНК построен. Это прообраз Бога и его семьи. Это то, что уже в духе существует. И нам необходимо, как людям, которые находятся в этом сезоне, в котором ни одно поколение до нас не находилось, распознать этот сезон и сейчас сказать, Бог, покажи мне мою семью и мое ДНК. Покажи мне мое место, в котором я рожден или рождена быть. Окей? Дальше. Что-то берем для себя сегодня. Хорошо, да? Опять же говорю, это очень уникальное видение, которое требует зрелости, чтобы интерпретировать его. Итак, я увидел, оно было построено на духовном прообразе и точно как ты и я принадлежим к определенной линии земного ДНК, точно так духовно рожденные от Отца принадлежат или предназначены. Другими словами, у нас с вами, вот почему в семье, когда мы рождаемся, мы не выбираем свою линию ДНК. Все со мной? Знаете ли вы, что в Боге точно так? Хочешь ты или нет, или я? Для нас определена духовная семья и духовная линия. Это значит, что тебя сверхъестественно будет влечь что-то, что не влечет твоего соседа. Это значит, что тебя будут кормить именно эти духовные отцы. Почему? Потому что они из твоей духовной генеалогии. Кто-то понимает, да? Они из твоей духовного ДНК. Оно вытекает, оно влечет. Тебе нужно распознать, что к тебе говорит твое духовное ДНК будет кричать к тебе. Если ты начал, что нужно сделать, чтобы узнать свое ДНК? С Богом быть. Войди в Его присутствие, проведи с Ним хотя бы полдня. Шесть часов. Некоторые люди, шесть часов, ты по восемь сериалы смотришь. По восемь. Ты мне говоришь, для тебя тяжело шесть часов отдать Богу? Это смех. Для сынов это счастье. Просто ввалиться, выключить все и отдать Богу минимум шесть, восемь, двенадцать часов дня. Для сынов это наслаждение, потому что оттуда я питаюсь. Когда ты войдешь туда, я тебе не могу объяснить твою духовную генеалогию, я знаю только свою. Я знаю мое духовное ДНК, я знаю, кто я. Я знаю, и я увидел мою линию. Знаете, в какой я линии? Я был уникально удивлен. Я в линии реформаторов. Я увидел, что я вплетен не потому, что я захотел, а потому, что отец определил. И хочешь ты, не хочешь. Это моя генеалогия духовная, и я нахожусь в линии всех реформаторов. Поверьте, то, кого мы знаем больших, вы знаете, что реформаторов массы, просто мы их многих не знаем. Люди, реформировавшие сферы, моменты, служения, течения, то есть реформаторов массы. Одни большого калибра, другие небольшого, но все находятся в одной линии ДНК. И я увидел, вы знаете, что у меня даже день рождения 7 ноября. Только коммунисты могут сказать, день 7 ноября, великий праздник октября. Как они до этого дошли, разберемся позже. Но я так скажу, я даже родился в день революции. Дорогие, ты знаешь, что твоя линия ДНК, просто найдите свою линию ДНК. Вы знаете, что там нет муки? Вы знаете, что самое интересное, когда я понял, я это еще давно, вы знаете, я сейчас только могу придать язык тому, в чем я жил много лет. Я когда это увидел, а оказывается, я начал, я в одной из проповедей много лет назад говорил, что я черпал силу, а оказывается, я черпал силу из духовного наследия реформаторов передо мной. О, дорогие, это что-то, поверьте, это настолько серьезная тема и наследие, наследие, в котором Бог определил тебя ходить. Боже мой. Ну, об этом попозже. Я держу себя в руках. Дальше. Итак, мы все принадлежим одному Богу, но у каждого из нас есть своя семья. Это значит, что по какой-то причине есть люди на этой планете, с которыми ты физически можешь даже быть не связан никогда. Они тебе роднее родных. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда ты включаешь, смотришь, слушаешь, читаешь их книги, неважно, ты чувствуешь, это родная душа или родной дух, да, скажем так. Знаете, что это за люди? Это люди в твоей духовной семье, с твоего духовного ДНК. Знаешь, почему тебя влечет все, что делала мама Тереза, даяние, даятели? Тебя не отпускают сироты, голодные, раздетые, кинутые, брошенные, преданные, никому не нужные. у тебя сердце рвется, потому что у тебя это ДНК. И ты никуда от этого не денешься, ты это не выветришь, оно к тебе будет говорить через сериалы восьмичасовые. Ты и в своем сериале увидишь сирот, и они к тебе проговорят. В сериале. Вы знаете, что твое ДНК, оно кричит. Если мы с вами узнаем, что это такое, и только Богу, просто вот, вот когда закончится это служение, я знаю, что это очень уникальное служение, когда придешь домой, просто скажи Богу такую фразу, Бог, открой мне мою семью и мою ДНК. И потом начинаешь ждать. Каждый день проси, это вставаешь утром и говори, Бог, открой мне мою ДНК и мою духовную семью. И ты будешь удивлен, как Бог тебя начнет окружать твоими книгами, твоими учителями, твоими духовными отцами и матерями. Кто-то понимает? Ты будешь окружен наследием, которое ты впитаешь и начнешь не только в нем двигаться, но прикладывать к этому наследию и передавать его дальше. О-о-о-о. Я-я-я-я-я-я. Смотри. Наследие никто не может украсть. Духовное наследие никто не может украсть. Послушайте. Или присвоить. Ты или становишься наследником, входишь в сыновство, а в сыновство войти нечаянно нельзя. В сыновство невозможно войти, захотев, со своим, не разобравшись с мотивами своего сердца. Ты не войдешь туда. Туда вход исключительно, абсолютно только для сыновей Бога. Окей? Чуть попозже поговорим, что это значит. Смотри. Итак, я увидел, что его невозможно украсть. Вы знаете, можно подделать. Кто-то понимает, да? Можно скопировать, но невозможно нести этот дух. Кто-то понимает? Иногда. Вы знаете, что я увидел? Я увидел, что когда будут подниматься абсолютно другое поколение, скоро начнет подниматься поколение после нас. И не просто рождаться, а подниматься духовно. Я увидел, что они будут мудрые и зрелые абсолютно не по годам. Потому что поймут концепт сыновства и наследия. Это значит, что мой 18-летний сын может обладать абсолютно огромными богатствами в физическом мире, ничего не заработав, просто быв присоединенным к отцу. Кто-то понимает? К своему, я не говорю, небесному отцу, к физическому отцу. Другими словами, нам с вами еще предстоит углубиться в концепт наследия сынов. И что это наследие? Дьявол этот концепт прячет, дорогие. Вы даже не представляете, когда я увидел, какие битвы идут насчет этого откровения, что делает сатана, чтобы никто не услышал того, что я сейчас говорю. Это настолько покрыто чем угодно. Спасайся, пой песни, но забудь, сыны, это не ты, это что-то святое, огромное, даже не лезь туда. Бог говорит, это для вас, это откровение для сейчас, это откровение для сегодня. И если ты сейчас понимаешь то, что я говорю, это значит, ты рожден, войти, рожден. просто начни делать шаги туда и скажи ему, отец, я хочу, отец, я жажду, отец, я посвящаю, и постепенно тебя будет захватывать, захватывать и увлекать духовное больше, чем физическое. Поверьте, я не говорю о том, что ты оставишь быть отцом или матерью, или там, я так скажу, мужем, жену, я не об этом говорю, я говорю, что ты будешь все это иметь, но ты будешь иметь приоритет совсем другой жизни, ты будешь иметь совершенно другую атмосферу, в которую ты ходишь, и даже вся твоя семья, жена, дети, там, муж, там, неважно, оно все будет облагораживаться твоим ДНК, облагораживаться, строиться, охраняться Богом, окей, это уникально. О, я так благодарю Бога за это откровение, Иисус, спасибо тебе, вещи, которые я видел, вещи, которые я видел, Бог мой, наследие никто не может забрать, его можно подделать, его можно там, знаете, скопировать, но никогда невозможно, духовные будут знать, через тебя, через всю линию ДНК будет говорить сам отец, кто-то понимает, да, о чем я говорю, то есть эта линия подсоединена, она выходит из самого отца, и когда я буду говорить, я у Бога часто спрашивал, Бог, ну почему, когда я говорю, мне многие люди говорят, я слышу Бога через тебя, я абсолютно, сейчас мне поговорил Бог, и только когда я побывал в этом видении, я увидел, что действительно по ДНК идет Бог, и только по ДНК идет Бог, по ДНК сыновства, по ДНК тех, которые продали свою жизнь, я не говорю об идеальной жизни, кто-то понимает, о чем я сейчас говорю, я не говорю об идеальной жизни, абсолютно без поражений, вы знаете, Давид был сыном, но у Давида были кувырочки, то есть мы с вами должны понять, что, вы знаете, Моисей тоже был сыном, он был другом, сыном, там вообще отношения были, но у него свои были кувырочки, он даже не вошел в обещание Бога, в обещание не вошел, то есть мы с вами должны понять, что это не идеал сыновства, это позиция моего сердца по отношению моего небесного отца, кто-то понимает, не думай там, что, о Бог, у меня там что-то немножко неладно, поверьте мне, сейчас не об этом вообще речь, речь идет о твоем тотальном, полном и абсолютном посвящении своего сердца своему небесному отцу, и постепенно, вы знаете, Бог не может тебя вырвать сразу из этого мира, ты не выдержишь, люди вокруг тебя не выдержат, что он делает, он будет отсоединять тебя и меня постепенно, 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 все твои друзья, которые не должны быть рядом с тобой, они просто спокойно рассеются, без ран, без боли, без всяких, их просто не станет, ты через пять лет повернешься, и скажешь, слушай, где все то, что было там, а ушло, потому что ты направляешься в свое ДНК и в свою духовную семью, ты будешь удивлен, что произошло, просто сейчас возьми, вот перемотай назад, пять лет, десять лет, неважно, сколько тебе надо, перемотай, ты сейчас абсолютно другой человек, я не говорю, у тебя характер поменялся, ты абсолютно другой, абсолютно другой, абсолютно, что это значит, это значит, что ДНК Бога трансформирует тебя, кто-то понимает, это значит, что когда ты поддаешься его трансформации, это настоящее, вот что значит, взирая на его образ по линии ДНК, я преображаюсь в того, от кого я и скажу, это не для верующих, это для сыновей, я ничего против верующих не имею, это самая первая ступень, не попасть в ад, слава Богу, не попали, а дальше, а дальше держи, что имеешь, что держать, спасение, я его не могу держать, я его не заработал, мне оно дано, держит его Иисус, иначе я не удержу, поэтому мы должны с вами понять, что это совсем не о том говорится, есть духовная генеалогия, духовные семьи, духовное сплетение ДНК, и оно к нам говорит, оно к нам кричит, и знаете, когда это будет нами с вами съедено, и мы войдем туда, когда мы действительно начнем входить в Эдем, где Адам и Ева были рождены, ходить и общаться с Небесным Отцом, вот именно там, не здесь, во внешнем дворе, где мы с вами говорим, гуляем, здесь мусор, войн, грех, мы говорим, когда ты будешь выходить, постепенно выходить, выходить, и ты войдешь в этот твой персональный Эдем, в общении с Небесным Папой, именно там тебе будет открыто все, именно там ты будешь понимать все. Дальше. Ты даже поймешь, почему ты такой, какой ты есть, потому что ты именно рожден для своей функции. Нам иногда кажется, Бог, ну почему ты меня не создал вот таким, как Он, почему ты меня не создал таким, как вот она, или там они, или там, Бог создал тебя, ты должен понять, что ты создан дизайнером, подогнан. Дух, душа, тело, все твои физические, все твои внутренние способности мыслить, они Богом созданы для твоего ДНК. Кто-то понимает, ты создан совсем уникально и для определенной функции, как сын. Окей? Поэтому пойми все это. Если ты хотел петь, и говоришь, Бог, у меня голоса нет, если это твое духовное ДНК, у тебя будет голос. Кто-то понимает, если мы говорим о поклонниках, о поклонении и так далее. Плюс вы должны понять, что не голос есть важность в поклонении Богу. Кто-то понимает? А то, что происходит, то, что влечет тебя, то есть здесь совсем иногда даже не физические факторы влияют. Моисей был косноязычным, но совершил столько, сколько учителя многие не совершили и не совершат. Окей? Поэтому давайте понимать, что иногда физические атрибуты мешают нам понять нашу генеалогию духовную. Окей? Дальше. Там абсолютная чистота и тотальная жертвенность. Вы знаете, я увидел, когда я посмотрел на одну из линий ДНК, я увидел свою линию ДНК личности реформации. Вы знаете, что я увидел? Я сосредоточился на некоторых судьбах в этой линии ДНК, я увидел, там абсолютная чистота. Там такая чистота, там такая святость, там, вы знаете, там настолько чистые мотивы, там небезгрешность, небезошибочность, там именно люди, they mean well. Знаете, у американцев есть такое выражение, they mean well. Все, что перевести, это, я не знаю, немножко даже квадратно будет звучать по-русски, по-английски, это красиво. Это значит, что иногда поступки не отражают твоего настоящего мотива сердца. Кто-то понимает, да? Иногда поступок, он ничего общего не имеет с твоим ДНК, это просто был поступок в порыве, в тем, ты просто выпал во внешний двор и совершил что-то, что ты не должен делать, но это совсем не определяет то, кто ты. Поэтому поймите это и не давайте каким-то грехам или проблемам вытянуть вас. Это миссия дьявола, не впустить вас в ваш Эдем, в вашу атмосферу, запретить, сделать все возможное, чтобы обмануть тебя. Дальше. Там абсолютная чистота, тотальная жертвенность, там нет тебя и твоего. Вы знаете, что я заметил? Там все, там никто не брал, там все стали жертвой, чтобы стать частью. Там, как вам сказать, я увидел имена этих людей, облагороженные Богом, но я увидел их тотальный посев себя в эту сферу, их тотальную смерть, часто даже физическую смерть, посев себя, чтобы стать частью этого ДНК. И я увидел в конце концов, когда вырастает этот ДНК, когда люди во времени входят в это ДНК, я увидел, что Бог получает огромную хвалу, славу, наслаждение, и в конце концов я увидел, что все это возвратится в Отца. О, это будет что-то, это будет как-то, дорогие, это будет реально. Окей? Представь. Дальше. Они чистые сердцем. Они унаследуют это чистое сердце. Ты не выбираешь в духовном мире свое наследие. Кто-то понимает? Ты, вы знаете, я бы сейчас много чего себе придумал. И поверьте мне, в моем незрелом младенческом возрасте многие, много лет назад я придумывал себе миссии. Я придумывал себе мое влияние. Я придумывал себе свои размеры. Я придумывал себе свои позиции. И поверьте, это не то, что я имею. Я даже в понимании моем не мог предугадать, что я буду сейчас именно здесь и делать именно это. У меня совершенно были другие идеи насчет меня. Но когда меня Бог познакомил с моей генеалогией, с теми личностями, которые проговорили, Бог сказал, я сделал тебя с таким твердым лбом, что тебя не соблазнит и не пробьет никакие люди. Тебя не остановит ни одна религиозная элита. Ничего на тебя действовать не будет. Ты должен быть упертым, как волк. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть люди, а есть такие, только ему сказал, ну что ты сюда... То есть, есть люди, ты не предназначен быть реформатором. Я умоляю тебя. У тебя зубы маленькие, у тебя, может, даже их нет. У тебя десны, чтобы целовать. Тебе не дано сердце, чтобы драться, чтобы разрезать это, чтобы воевать. Тебе дан дух мамы Терезы. Тебя легко обидеть, тебе что-то скажут, и ты... То есть, у тебя душа такая добрая, мягкая, ее надо охранять. Потому что у тебя, у тебя ДНК-отдаятеля, человека, который любит. Кто-то понимает, да? Тебе дана такая душа. Поэтому тебя такие волки, как я, знаешь, ну, часто могут даже напугать. Что он рычит? Жизнь такая, окей? Понимаете? Поэтому нам всем нужно распознать, кто мы. Понимаете, да? Кто мы? И когда мы поймем, кто мы, вы знаете, некоторые люди, я вам честно говорю, не потому, что там кто-то там я большой какой-то, я просто тот, кто я есть. Вы знаете, многие люди бы сдались уже, если бы пережили те вещи, которые переживаю я иногда. Просто сдали. Просто сдали. Кому оно все пип-пип-пип надо? И вышел в двери жить счастливой жизнью, окей? А вы знаете, а у меня нет. А вы хотите забрать? Теперь у меня появился стимул это держать. То есть, кто-то понимает, у тебя совершенно по-другому мозги даже работают. Оно тебе не надо, пока это никому нет. Только забрали, так куда? То есть, у тебя совершенно другой характер, окей? И это не делает меня лучше, чем тебя. Это делает меня просто от другого ДНК. Ну, это все семья одного Бога. Кто-то со мной. Давайте воспримем друг друга такими, какими нас создал Бог. Часто пророков, ну, мы вчера со света одного пророка смотрели, ну, смотришь на него, ну, пророк. Стоят все в пиджачках такой Армани, знаете, там, там выстроен, знаете, шеренга Армани. А батальон Армани стоит. И все там блестят, все такие, пиджаки такие, что ты руку и не поднимешь, треснет. То есть, там надо аккуратно с поклонением Иисусу Христу, окей? Наклониться нельзя, ты сделаешь складки, складку разгладить Армани будет сложно. Поэтому, и тут зарывает пророк, борода, волосы, какая-то футболец, какой-то пузико такое, и крестик болтается, знаете, и он, я смотрю, пророк, ему даже рот не надо открывать, пророк, пророк, окей? Учителя выглядят по-другому, они такие отполированные, как наш любимый Полки Дэви, знаете, да? Он такой весь, хе, 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 все заправлено, все так красиво, все, учителя выглядят по-другому, понимаете? Молитвенники вообще по-другому. О, Господь! И знаете, что молитвенники делают? Почему ты не молишься? И ты не молишься? Почему вы все в фонаре или не молитесь? Это ДНК молитвенника, окей? У него все недуховные, это ходатай, у него все должны ходатайствовать, все должны ходатайствовать. Это ДНК ходатайствовать. Бог тебе даст твою семью, не раздражая людей, окей? Не раздражая людей. Кто-то понимает, что я говорю, да? И я как учитель скажу, ну как ты это не понимаешь? Не дана извилина, понял? Успокойся. Ну как ты это не понимаешь? Ему не дано понимать. Обними его, он больше получит откровение. Окей? Не дано. Успокойся. Учитель же, он же хочет всем разжевать, объяснить, показать. Все должны понять, что я понимаю. Иначе все какие-то неадекватные и глупые. Это учитель, он рожден, он спит и учит. Вы думаете, я тут учу? Я проснулся, уже закончил конференцию там, на кровати, ночью. Я проповедую там, во снах. Жизнь такая. Очень часто просыпаюсь и записываю свои проповеди во сне сюда. И потом вы от этого питаетесь. Серьезно? В духе даны откровения. Это ДНК учитель. Ты никуда не денешься. Дальше. Кто-то берет для себя что-то, да? Расстав в своей полочке. И вы знаете, я верю, что придет возраст полноты Христа, где никто из нас не будет делать других подобным себе. А мы распознаем друг друга и примем друг друга. А мы распознаем просто найдем свое и буду счастлив, потому что я такой уникальный, кем меня создал Бог. И мне не надо никого заставлять молиться, как я молюсь. Не надо. Ему хватит, сколько он молится, потому что он совершенно для другой функции предназначен Отцом. Все. Итак, ты не выбираешь в духовном мире свое наследие. Бог по своей совершенной воле присоединяет тебя и меня к определенному движению ДНК. И это счастье. И это в процессе становится частью тебя и меня. Вот почему ты некоторые движения просто игнорируешь. Тебе кто-то прибегает и говорит, посмотри это, это перевернуло всю мою судьбу. Ты поставил, посмотрел, что это. И ты понимаешь, что оно, оно помазанное. Оно не твое. Это не твое ДНК. Оно не говорит к тебе и как-то не хочется обидеть того, кто тебе дал эту книжку. Тебе дали и он приходит, говорит, господи, я ее прочитал. Открываешь книжку, она там вся подчеркнутая по 300 раз. Иногда, знаете, тебе дают книжки такие, и там видишь, что он там в этой книжке был уже там много дней, много месяцов ковырялся, жил, спал, там и еда, там и френч-фрайс вместо закладки стоит. То есть, ты понимаешь, что он там живет с этой книжкой. Это плохо, потому что это не твоя генеалогия, не твое ДНК. Кто-то понимает? Я понимаю. Вы знаете, я наслаждаюсь Рейнхардом Бонке. Я наслаждаюсь четырьмя миллионами на поле. Я открываю, говорю, знаете, и уже в обморок упал. Для учителя это, вот это все, это достижение всей твоей карьеры духовной, и можно прямо там возноситься просто. Аминь. Окей? Ты достиг все в своей жизни. Окей? Ну, учителям Бог не дает много, чтобы далеко не ходили. Окей? И поэтому, он им так дает влияние, и так, чтобы ты только не видел его, не видел, и все. Расслабься, все нормально. Тебя слушают. Сколько? Неважно. Израиль считать нельзя. Считаешь, сдохнешь. Нельзя считать Израиль. Окей? Сколько слушают? Много. Сколько много? Нельзя. Так вот, я наслаждаюсь Рейнхардом Бонке. Но когда я включаю его проповеди, God loves you, и лежат все, я сижу думаю, я это откровение уже лет 15 назад как бы слышал. Я наслаждаюсь в Рейнхардом Бонке. Но это не моя генеалогия. Кто-то понимает? Кто-то там стоит, эти пасторов, и еще он проповедует, и у него там, знаете, сзади такой рядок пасторов, там, знаете, с Африки, там, в таких интересных нарядах, они там все на лице своего лежат. И я смотрю, думаю, Господи, ну там есть с ним, что они там чувствуют? God loves you, I know. И, знаешь, и опять тишина, и там такой, такой, знаете, рев идет по всему стадиону, там даже не стадион, там просто поля, потому что столько людей вместиться, они где не могут. И там просто поля, и там рев идет. Потом минута паузы. Потом, who wants to give his love to Jesus. И все, фу, волной повалили вперед. Я говорю, Господи, мне бы такой урожай за три фразы. Думаю, ты, я говорю, как? Говорю, Бог, почему такая толпа? Потому что, Бог сказал, потому что он не мудрствует. Я такой, издулся, знаете. Потому что для учителя мудрствовать, это вся жизнь. Ты что, не мудрствуй, не живу. Если я встану и скажу, Бог тебя любит, ты скажешь, хорошо, пастор, когда в следующий раз что-то другое будет, да? То есть, кто-то понимает, да, что функции разные. Там едят, Бог тебя любит. Здесь, говорят, ну, в курсе, дальше. Знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас даю понимание ДНК и функций. Вы знаете, до определенного момента меня просто околбасит. Господи, ну, почему я такой? Ну, почему я не, ну, почему я не, ну, не питаюсь от этого помазанника? Господи! Я просто плакаю, Господи, ну, я вижу, у него сидит 10 тысяч, они же что-то жрут, ну, они же едят что-то. Почему я ничего не ем? Бог, открой мне мою, я что-то не слышу. Вы знаете, я просто себя, бам-бам, потом мне Бог говорит, это не твои учителя, это не твой ДНК, это вообще не твоя сфера. Не надо никого осуждать, тянуть на свой уровень, потому что это другая обитель, это другая генеалогия, это другое ДНК, вообще другое. Тебя будет взрывать только то, что твое. Тебя будет учить только то, что твое. Вы знаете, что на этой планете есть всего лишь несколько учителей, которых я питаюсь, и их можно сочетать на одной руке, не потому что я гордый, а потому что оно так. Кто-то понимает, да? Потому что так. И я хотел больше. И мне, вы знаете, мне как пастору сколько линков мне присылают. Ты думаешь, тебе много линков присылают? Представь, тебе тысячи людей линки присылают. Посмотрите, посмотрите, поначалу смотрел, потом вообще все сдался. Потому что, ну, во-первых, времени нет все смотреть, во-вторых, там из 20 присланных линков, что-то там для тебя где-то там, да? Что-то перепадет. Не потому что ты какой-то умный и глубокий, а потому что не твое. Все. И вот это нужно понять. Не осуждай того, кто не понимает тебя. И так же самое не тяни кого-то в то, что не его. И все. Не тяни его. Он не поймет тебя, вы даже поссорите. Пойми, кто он, вникни в его ДНК, благослови его и двигайтесь, исполняя волю Отца, а не чью-то. Итак, вот почему некоторые служения, движения Бога ты просто игнорируешь. Ты знаешь, что это прекрасное служение, движение Бога, но это не часть твоего духовного ДНК, поэтому ты к этому никак и относишься. Вот и все. Я инвестирую в мое наследие реформации. Я не растрачиваюсь на все и на всех. Вы знаете, как только я понял мое ДНК, как только я понял мою семью и мое предназначение, я именно туда, оттуда питаюсь и туда инвестирую. Кто-то со мной. Я больше не растрачиваюсь. Я всегда людям говорю, я очень скучный человек, у меня всего лишь одна тема для разговора до конца моей жизни. И все. У меня будет... Нет. Слава Богу, его присутствие и построение его царства на этой земле. Все. Я очень скучный человек. Если ты выпадаешь из этой темы, я спокойно иду в слип-мод. И ты можешь говорить о своих машинах, о домах, я ничего против. Просто я иду как компьютер в режим сна. Окей? И все. Я очень... Но как только ты говоришь там ревайвл, у меня сразу, знаете... Что? Где? У меня моментально, знаете, настроено, я сразу пробуждение у меня настроено. У меня специально кодовые слова, они только... Я на них только реагирую. Окей? Огонь, слава, чудеса, там, истерия. Я сразу, о, что? Где? Что? Сразу меня вывело из зоны, из режима сна. Смотри. Я видел наследие и наследников евангелизма, наследие поклонников, наследие ходатайев, наследие пророков, наследие даятелей, наследие реформаторов, наследие чудотворцев, чудотворений. Я просто... И там много-много-много вещей было. И этих наследий и линий массы, исходящих от Бога, у Него ничто не забыто, никто не забыт. У Него для всех семья, у Него для всех есть семья. У Бога для всех есть семья. Он хочет, чтобы все стали частью неспасенных народов, частью семьи. Кто-то понимает разницу? Частью семьи самого Бога. Не все спасенные его семья. Спасенные это вот и все. Спасенные. Что делает мой сын? То есть наследие там было быстро, коротко. Какое наследие? Подушки с одеялом мама дала. Набор вилок и ложек. Если ты понимаешь, что недалеко мы прыгали в наследие в Советском Союзе, живя еще при том режиме. То есть я понимаю, что нам с вами, таким как я, людям 40 и дальше, как бы не понять наследие. Но вы знаете, моему сыну эта тема очень-очень будет понятна. Почему? Потому что он входит в наследие, которое я ему передам. И это никуда. Он первый сын. Не знаю, последний, не последний. Кто его знает? Все. Вы знаете, в жизни все случается. Жена улыбается, сидит. Но кто его знает? Кто его знает? Вы знаете, никогда не говори никогда. Вот и все. Поэтому я очень уникальная позиция. Но мы туда не идем, а то я могу в машине получить длинный разговор. Поэтому я знаю, кто в моей машине учитель. Поэтому мы эту тему мягко, плавно обходим и возвращаемся к проповеди. Мой сын, он наследник, он получит наследие. Это значит, что он от меня что-то примет. И то же самое он повторит со своими детьми. Смотри. У тебя и у меня есть не только доступ к наследию, но также и сила инвестировать и умножать его. Все со мной. Я объясняю, когда я понял, что я не должен начинать с нуля. Кстати, это целая тема. Если зайдите, я так скажу, я уже говорил о потере наследия, о том, как дьявол дурит. Я немножко здесь коснусь. В Праге прослушайте конференцию. Там очень четко я это объясняю, особенно на последнем служении, как люди обкрадены наследием. И каждое поколение начинает опять с нуля. Опять с нуля. Я говорю духовно, я не говорю сейчас физически. Другими словами, отцы сжирают наследие детей. Духовные отцы. То есть ты понимаешь, что сироты порождают сирот. И сын просто хочет таким же стать самым гробачом и хапачом, как его батя духовный. И поэтому ты видишь, наблюдаешь монстров в теле Христа, которые не служат, которые просто приходят и сжирают тело Иисуса Христа, находясь с погонами апостола. Настоящего апостола, я не шучу, не подделанного апостола. Просто апостол с сердцем сироты сжирает наследие, не передает его. И не дай Бог, при нем еще поднимется кто-то такой, как он, а еще хуже, если лучше, чем он. Кто-то понимает, да? То он его вообще там, секир башка, до свидания. И поэтому мы с вами должны понять, что после Ильи должны подняться Елисеи. Кто-то понимает? Елисеи по духовной генеалогии должны получить ДНК мантии, и они должны ходить больше. Кто-то понимает, да? И люди говорят, я хочу двойной. Вы знаете, как Бог меня вставил в мозги? Я вставил, говорю, я хочу в двойном ходить. Бог говорит, если ты будешь в моем ДНК, с двойного все только начинается. ДНК, это норма твоего духовного ДНК, начинать не с нуля. Кто-то понимает? Это значит, я рожден учить и углубляться, если я настоящий учитель, углубиться туда, где до меня никто никогда не был. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это значит, что я не только передам тебе, как учитель, то, что было, и ты выучишь это от духовных отцов передо мной. Я, как созревающая личность, я прикладываю к наследию учителей и реформаторов, вкладываю туда глубины и передаю это. Это тот, который после меня получит наследие большее, и потом он получит двойное, умножив его. Кто-то понимает? И вот так наследие умножается. Мы не съедаем его, сыны не сжирают, сыны умножают, обогащают и передают. Поэтому я наслаждаюсь, когда в теле поднимаются учителя, потому что ты со мной и я с тобой соперничать не сможем. Мы разные элементы под одним именем. Кто-то понимает? Мы учителя, но все будем нести свою часть, свою точку, свою линию и свои откровения. Кто-то со мной, да? То есть, поэтому даже если поклонник с поклонником, не нужно соревноваться, у вас разное, у вас одно ДНК, но у вас разные мелодии, разные тональности, разные глубины, широты, высоты, захват, совсем все другое. Поэтому людям даже в одной и той же линии духовного ДНК даже соперничать не стоит, потому что каждый будет уникален, индивидуален и оригинален. Окей? Хорошо? Смотри. Дальше. Сироты крадут и расточают, сыны создают и обогащают. До этого момента все, кто якобы были моими духовными отцами, все просто меня съедали. Я не говорю сейчас о наших духовных отцах вот этого сезона, которыми являются в моей личной жизни Джеймс Малони, Баби Каннер, Полки Дэвис, я могу назвать целый список. У меня не только один духовный отец, у меня есть духовные отцы, с которыми я советуюсь, переписываюсь. Если какие-то важные вопросы, я у них спрашиваю, я не знаю, что это за учитель. У меня есть духовный отец, у кого я могу спросить. Кто-то понимает, да? Зачем мне ковыряться? Я текстанул Баби Каннеру, он мне сразу ответил, сразу ответил, кто это за человек. Перезвонил сразу. То есть у меня есть доступ, и я понимаю, это не то, что там понты, твоя позиция обязывает тебя иметь доступ к этим людям. Кто-то понимает, да? Обязывает. Потому что ты не можешь иметь влияние на нацию и со своей головы придумывать вещи. Ты должен быть в генеалогии духовных отцов. Я говорю сейчас, до этого, до этого просто были жрачи и пахачи. Если ты не присылаешь там куда-то десятину, пошел вон. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Если ты там не откланялся перед батей, да тебя отец обогащать должен, а не сын на тебя пахать должен. Потому что ты сейчас проклял самого себя и абортировал свою же линию ДНК. Знаете, почему духовные отцы того сезона харизматии не двигаются? Потому что абортируют, не обогащают. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Я не хочу вдаваться в подробности, в имена, потому что Бог меняет людей и сердца их вот так. Я говорю о фактах, я говорю о прошлых сезонах и действиях прошлых лиц. Поэтому я и говорю, что я абсолютно переформатировал меня Бог, потому что я нигде этого не видел. Все, что я видел, меня грабят, это значит, я своих детей должен грабить. Это значит, я их должен всех назвать Андрей. Вот сколько у тебя их? Триста? Вот все Андреи будут, блин. И теперь все эти Андреи будут платить, блин, бабки мне. Алло! А мне Бог говорит наоборот. Ты приезжаешь к своим духовным детям, Прага, и ты обогатил этот регион. Кто-то понимает, зачем я говорю? Обогатил! Они богатейшими уехали, и ко мне, к моему наследию прикладывается награда и благословение. Кто-то понимает, что такое духовное отцовство в контексте Бога, а не в контексте людей, которые разоряют и расточают дом отца? Окей? Мы должны обогатить, приложить. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда после меня будет идти человек, это будет, и во-первых, это не то, что... Твой сын будет учить? Нет. Мой сыр ветеринар. Он котов кастрировать будет. То есть некоторые люди не понимают, что не выбираю я, кому... Я не знаю, это выпало, это не в конспекте, прошу прощения. То есть это функция ветеринара, одна из самых первых. Поэтому это его мечта. Я суппортирую мечту. А если он не рожден, а вдруг моя дочь, вон она сидит, хихикает, сейчас не слушает меня. Вот, а вдруг она рождена, взять эту мантию. Откуда я знаю? А вдруг вообще никто из моих детей не рожден, это взять. А рожден, это взять. Вообще человек откуда-то там, где-то с какой-то находки. Кстати, кто-то сейчас думает, я в находке. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Сейчас что-то рожу, что не хочу потом видеть. Поэтому это просто была фраза. Это не пророческая фраза, предупреждаю. Это просто. Потому что находка далеко, ее найти еще, елки-палки, надо. Окей? То есть это там в находке, потому что еле нашли. Окей? Нашли, находка и назвали. Находка! Хорошо мне тут сегодня вообще. Поэтому я говорю, что не передаю я мантий, не передаю я функций, не передаю я. Вот идет Илья, и Бог ему говорит, Илья, что? Там есть парень, его зовут Елисей. Кто-то понимает, это вообще не относится никак, ни к чему, нигде. Ты должен его помазать вместо себя. Это твой духовный сын. Он пророк, которого я избрал. Не ты, не ты, не твой елей, не то, что он тебе бабло ссыпал. Я избрал. Е, Димаш. Потом Саул. Я, Саул. Вы знаете, Бог Саула помазал, потому что на данный момент не было зрелого царя. Но настоящий царь зрел. Его звали Давид. Поэтому мы с вами должны понять, что даже помазание царей началось как бы генеалогически. Помните, да? И вы заметили, что Библия четко указывает, этого царя не ставил Бог. Помните, когда там четко написано генеалогия царев и написано тех, кого ставил Бог. А этот царь, написано, был как Давид. Его сердце было предано Богу. Он отдал все, сжег все жертвенники Ваалу. Помните, да? И ты видишь цари, которых люди ставили, и цари, которых ставил Бог. И там совсем другая генеалогия идет. И заметьте, как только становился царь от Бога, уничтожал все, что было сделано царем, не от Бога. Окей? Это отдельная тема. Мы тут будем долго съедить, если я сейчас туда еще пойду. Окей? Поэтому я просто хочу объяснить вам, что у Бога есть его генеалогия, и он помазывает не так, как ты. Представь, Соломон вообще не первенец по реальности. Кто-то понимает, да? То есть, а Бог говорит, именно он. А почему он? Он вообще даже зла в себе не имеет. Соломон, мир. Окей? Он же должен быть царем. А Бог говорит, я его создал для функции мира. Он наведет мир и порядок. Он через мудрость принесет, обогатит. Он сделает совсем другие вещи. Помажь его. И там, помните, да, война была. У того царя, который хотел быть первенец, и у того, которого помазал Бог. О чем я сейчас говорю? Никто из нас не способен ни предугадать, ни выбрать, кто будет дальше идти, и кого Бог вообще избирает. Вот и все. Пасет на поле какой-то мальчик, каких-то овец. И Бог говорит, это будет самый великий царь во все времена всего Израиля. Что? Вот, 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 вот что. Окей? И это из ДНК. Сироты крадут и расточают, сыны созидают и обогащают. Сколько я сегодня слышу в учениях о мантиях? Боже мой. И так далее. Мантия – это всего-навсего наследие. Но тебе и мне необходимо быть сыном, чтобы получить оплерионную мантию наследия. Тебе даже не надо людей. Тебе просто нужно понять, кто ты. И эта мантия тебе в духе передастся, даже если тот человек тебя не распознает. Кто-то понимает меня? Тебе мантия дается Богом. Можешь представить? Я тебе сейчас скажу шок. Это очень серьезный шок. Меня никто не помазывал и не рукополагал. Слава Богу! Кто-то может помнить? Потому что то не способно было даже распознать мой элемент. Не то, что там даже признать, а помазать. Это вообще держи меня. Окей? То есть поэтому нам с вами нужно понять, что мантию передал мне лично сам Иисус Христос, который в 93-м году пришел лично, персонально ко мне и говорил со мной полдня о том, что должно быть совершено в теле Христа в моем сезоне. Вот и все. К Павлу его никто из 12 апостолов не помазывал, хотя можно было сказать, апостолы, помажем, все будет, движуха наша, это наши ребята. Бог слишком хорошо знает нас, чтобы не давать нам права вот эти. Потому что мы с вами точно перемажем то, что мы знаем. Потому что мы что не знаем, кого в реальности помазывать, мажем, что видим. Окей? Увидел, намазал, размазал. То есть и поплыл. То есть нам с вами нужно понять эти вещи. И поэтому, дорогая семья, помазывает Бог. Бог помазывает. И я очень благодарен Богу. И ты должен быть благодарен Богу. Это значит, что ни перед кем ты не должен выслуживаться никогда, потому что это миссия самого Духа Святого определить тебе семью и дать тебе твое ДНК и твою мантию и твое помазание. Вот и все. Поэтому поклоняйся Ему. Итак, это наследие. Мантии передаются по духовному ДНК, не по нашему желанию. Это значит, что физическое рождение не влияет на духовное наследие. Это значит, что в духовном наследии у тебя и меня будут другие отцы и матери, другие функции и другие элементы. Также важно знать, что мы не можем просто так захватить чью-то мантию, наследие, выслужившись перед кем-то. Это определяется небесным Отцом. Это значит, что на определенном моменте твоей зрелости Небесный Отец высвечивает в твоем Духе определенную линию ДНК. И она начинает говорить к тебе. Также Дух Бога покажет тебе, кто твой духовный Отец. Часто это и определяет твою функцию и твое наследие. Обычно, когда Бог показывает духовного Отца, я не говорю, что всегда, у меня так было, чаще всего это и будешь ты. Просто в другом варианте. Кто-то понимает, да, просто с другим именем немножко. Просто когда Бог показывает духовного Отца, это где-то будет частью его духовного ДНК и в тебе. Вот поэтому иногда люди, которые слушают определенных служителей, у них и дух похожий, у них и фразы похожие, не потому что он копирует. Кто-то со мной согласен. Кто-то понимает, да? Потому что мы одного ДНК, мы одного Духа. Мы просто питаем друг друга, и все питание начинается от самого Небесного Отца по всей линии ДНК. Поэтому и твой сын будет даже отчасти напоминать тебя, да? Духовные дети я имею в виду. Так же, как и физически. Смотри, ты не только рожден войти в наследие, ты рожден добавить к наследию и умножить его, как я сказал ранее. И Бог передает его дальше своим сыновьям в этом самом элементе и в этой функции. Также наследие теряют те, кто отказываются от своей функции и сдаются. Блудный сын, пример этому, блудный сын вышел из наследия. Кто-то со мной, да? Вот он взял, захватил, что мог, съел, сожрал, из наследия вышел. Это значит, что все, что сейчас от дома Отца, ты уже другая личность, другой идентификации. Это примерно прообраз нашего мира с вами. Другими словами, чтобы быть сыном, иметь наследие, тебе нужно жить в доме и на территории Отца. Кто-то понимает, да? В этой притче четко просвечивается территория Отца. Где территория Отца, а где была чужая земля, окей? Это значит, чтобы иметь абсолютное наследие, тебе нужно на территории Отца быть. Сын не успел вернуться, он открыл глаза, у него был перстень, у него была обувь, у него была одежда, он был полностью как сын. Можете представить, люди, я уже говорил это, если кто смотрел конференцию в Праге, вы сейчас поймете, о чем я говорю, люди, которые были в доме Отца, рабы, слуги, да, все, которые живут в доме Отца, они даже не заметили, что сын обнищал. Все понимают? Можешь себе представить? Это нам с вами рассказывается перспектива Отца. Представь, сын уходит в наследие, одетый, обутый, со своими перстнями, я уверен, он прохавал все, пропил все, прогулял все. Он приполз назад в тряпье. Представь, когда отец его увидел, Библия говорит, он побежал к нему, это значит, он его встретил еще не на своей территории. Кто-то со мной? Кто-то понимает глубину этого откровения? Он бежит к нему, отец покидает свою территорию. Самое интересное, почему? Вопрос, почему? Потому что ты на его территорию никогда в тряпье не зайдешь. Если кто-то сейчас понял это откровение, ты понял очень серьезные вещи. В тряпье никто не заходит. Он его одевает еще на той территории, не на своей. Он говорит слугам, и когда он одет, он входит назад, уже с сыном, никакого тряпья, абсолютно одет, и его встречают. Сына сердце изменено, все трансформировано, он понял, кто он, что он, он возвращается назад к отцу. Он не успел еще очнуться, у него уже все царство отца закатило пирушку и гулянку по поводу возвращения сына. Он пытается сказать отцу, я не достоин быть сыном, а Бог говорит, такого нет слова не достоин, когда сын всегда сын. Кто-то понял сейчас это? То есть у тебя нет такого, я не достоин. Сын, он всегда сын. Неважно состояние твоего ума, которое не признает Бог же, я так нагречился, он говорит, на моей территории бомжей не существует. Кто-то понимает, да? На моей территории бомжей не существует. Окей? Дальше. В этих линиях ДНК есть отцовство, сыновство, передача мантий, наследие, этим не управляет человек, работа Святого Духа. В этих линиях ДНК есть не только твоя идентификация и функция, но также там в Духе есть полное обеспечение до конца твоей жизни. Дорогие, поймите, нет людей, которые вошли в свои функции и нуждаются. Если ты нуждаешься, ты 100% не в своей функции. Скажите мне, сын на территории отца в чем-то нуждался? Давид пишет, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду. Другими словами, это говорит о том, что я ни в чем, у меня нужда. Это первое, что исчезает в функции сыновства. Кто-то понимает? Это значит, что мой сын может сказать, я в доме отца ни в чем не буду нуждаться. И поверьте мне, ему 18 лет, он ни в чем не нуждается на данный момент. Пока он в моем доме. Ни в чем. От одежды, обуви до машины, до бензина в машине. Он ни о чем не будет переживать. Отец позаботится обо всем. Дальше. Сейчас мы живем во время духовного сиротства, где отцы сжирают духовное наследие и следующему поколению приходится начинать все заново. Вот где проклятие, вот где кошмар. Духовные цены не обогащают, а сжирают. И вот я родился. Дорогие мои, я начал не с нуля. Я начал с минус пятидесяти. Потому что, кто-то понимает, это не то, что мне кто-то сказал, нормально, мы тебя признаем. Это с нуля. Мне сказали, еретик, сатана, Люцифер. Анафима, Маранафа, Маранафище, Маранафа. Я такой думаю, похоже, у меня будет путь длинный. Ёлки-палки. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да? Похоже, придется топать в одиночку и, похоже, будет долго топание. Но, честно сказать, я благодарен Богу за все. И даже благодарен Богу за отверженность религии, потому что она еще раз доказала, что я к ним не принадлежу. Thank you. Продолжайте это делать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что я приобрел навыки, способности со своим небесным отцом. Это значит, что люди мне никогда бы не дали то, что мне дал отец, когда я шел один и надеялся только на него. Все со мной согласны. Поэтому никогда не плачь о своей позиции. Я такой одинокий. Благодаря Богу, зубы крепче будут. Кальций в костях будет. Будешь есть витамин С. Духовный. Иммунная система духовная будет хорошая и крепкая. Никто мне не помог. Слава Богу. Я был сиротом. Слава Богу. Крепче будешь. Дальше. В этом и заключается атака сатаны. Потому что мы должны получать наследие и в наследии двигаться, прилагая новые откровения, мудрость и богатство к этому наследию духовному, передавая нашим духовным сыновьям. Дьявол делает так. Я сжираю мое, а у меня еще сын есть. Я сжираю все, что у сына. И проклинаю его начинать с минуса. Кто-то понимает? И поэтому, когда я еле-еле выползаю на какую-то позицию, меня предыдущая позиция что делает? Благословляет дудки, проклинает. Меня те, которые должны меня в духовном мире признать, они меня сейчас проклинают. Закрываются двери. Можете представить, что бы сейчас было, если бы служителя, отцы, мега движений сейчас начали дружить и обогащать друг друга. Вы можете представить, что бы сейчас было? Но потому что эти служители мега-церквей, основная часть из них имеют сердца сирот. Они не способны, а все, что они, мое, мне, куда пошел, нельзя. Кто-то понимает, сирота что такое? Сирота, он всегда боится. Сирота членство делает. Сирота наблюдает. Сирота контролирует. Потому что сирота всегда менталитет нищего. У сына ничего не надо контролировать. Не нужно делать никакого рабства, контроля, членства. Не нравится скатертью дорога. Кто-то понимает? Здесь, но если ты рожден быть в этой линии ДНК, ты меня пять раз проклянешь и пять лет, пять раз покаешься и вернешься. Знаешь почему? Потому что ты без меня жить не сможешь. И все. Знаете, как я это знаю? Потому что у меня точно так было. Не было ли я служить этого человека? Какую-то химию несет. И тут, Господи, прости, я только от него и получаю пищу. Господи, благослови его. На, человек выписал от благослови. Серьезно, я про себя рассказал. Я знаю, что я говорю. Не буду больше слушать его. А потом сижу, мука. А еще, ты же духовно созреваешь, тебя должны кормить. Это когда ты уже в позиции отца, ты уже можешь иметь способность кушать. Но пока ты созреваешь, тебе нужны духовные отцы. Никуда мы от них не денемся. И тут, других послушал, он не питает, не питает, калорий нет. Назад раз. Хух, Аллилуйя, Господи, прости за мои слова. Знаете, приезжаю в Прагу на конференцию. Люди ко мне подходят. Первые несколько человек, которые, которые проходят, первые говорят, пастор, прости, я тебя ненавидел, проклинал все это, все это послал, все это. Но ты знаешь, вот только тут и питаюсь. Это вот мое, вот это все. Прости меня. Я говорю, я тебе вообще-то, ну, как бы ничего не имел на тебя. Я говорю, ты автоматически прощен, так как я тебя сейчас только узнал, здорово. То есть, как бы, я не знаю, кто что, но я знаю принцип духовного ДНК. Все со мной? Я знаю принцип. Принцип, он не даст тебе миновать твоего духовного отца, как бы ты его не воспринимал или не любил. Не даст. Мне не дал, и тебе не даст. Это значит, что у нас есть источники, от которых Бог нам, тебе и мне, определил питаться. Это значит, что в определенный период моего созревания я питался от Бенихина. Это значит, в другой период я питался от Верона Аша. В третий период времени Вы знаете, что есть люди и цепи, и ты идешь от силы в силу, от духа в духа, ты идешь от преображения в преображение, от реформации в реформацию и трансформируясь в кого? В того, кем Бог создал тебя. Я не хочу быть похожим на Верона Аши. Совсем не хочу быть на Бенихина похожим, окей? И точно на ТДДХ я не хочу быть похожим. Во-первых, там много чего надо изменить. Я хочу быть похожим на то, что Бог создал во мне. Аминь? Это значит, но поймите меня правильно, во мне внутри скоплено наследие отчасти Бенихина, отчасти Верона Аша, отчасти ТД Джекса. Кто-то понимает, да? Это учителя, которых я очень люблю, персонально. Я знаю, для кого-то другие учителя, это твоя тема, но у меня есть персональные приоритеты, окей? Это значит, что когда я приду на небо, все они по духовной генеалогии получат награду через то, что сделал я. Поймите, чем уникальна генеалогия. Это значит, что когда я нахожусь, ты был первопроходцем, это значит, ты имел меньше, но получишь в конце больше. Кто-то понимает силу наследия? Это значит, что когда идет, это значит, что идет благоданность. Смотри, я благодарю Бога, например, за Бенихина. Да? После меня человек будет отдавать честь мне и Бенихину. Это пирамида. Только духовная пирамида. Но знаете, кто больше всего получит чести и хвалы? Небесный Папа. Потому что, в конце концов, все вернется к нему, потому что он источник и начала, и жизнь всему. Окей? И это был великий дизайн Бога. Поэтому не переживай, что ты был первый и не поймешь каких-то откровений. Ты получишь награду за то, что ты по ДНК передал, воспитал, вложил и поднял. Кто-то понимает, да? Вот поэтому не переживай, в какой части ты находишься. Награда будет. Награда – это уникальная вещь. Она никого не обойдет. Если ты ходил в больших откровениях, это значит, что тот, который до тебя, он ходил в меньших откровениях, он получит награду больше. Потому что ты ходил в его наследие, прилагая свое, отдавая своему сыну и так далее и тому подобное. Все это умножается, увеличивается и в конце концов прославляет небесного Отца. Итак, ты еще в обморок не падаешь? Нет? Нам надо привыкнуть к тремчасовым, четыремчасовым служениям. Ты должен научиться занимать правильную позицию на стуле. Потому что сейчас мы в другом сезоне. Кто-то понимает, да? Поэтому, если что, пересядь на другой стул, если промял, как бы там стульчик. Потому что мы в таком уникальном сезоне находимся. Я постараюсь быстренько пробежаться. Я предупредил, сегодня быстренько у нас ничего не получится, но я постараюсь. Именно поэтому каждое духовное поколение начинает опять с нуля. У сатаны продолжают работать те же трюки, та же ложь, которую он должно, которую, эту ложь должно было остановить предыдущее поколение. Но так как все поколения начинают с нуля, дьявол обманывает опять же теми же самыми трюками, потому что все начинают с нуля. Поэтому я так скажу. Мы то поколение, которые останавливаем это проклятие. Я вам серьезно говорю. Это настолько мне было показано и в духе получил. Это значит, что мне не надо мое. А знаете, почему сироты? Потому что сироты строят свое царство. Сыновья строят его царство. Знаете, почему сиротам достаются только крошки со столов? Потому что они строят свое царство. Сыновьям достается все. Потому что сыновья практически в конце концов обогащают отца и его царство. Поэтому у тебя есть позиция, ты можешь двигаться в функции, но если твоя функция принадлежит сироте, а сиротевшему сердцу, крохи твоя жизнь. Если твое сердце и твоя функция принадлежит сыновству, ты будешь ходить в богатстве, жить богатством, питаться небесным царством, но оно не твое. Кто-то понимает вот эту мощь? Оно не твое, ты его питаешься, ты им передаешь, но ты живешь в богатстве наследия духовного ДНК своего небесного отца. И вот это силище. Смотри, дальше. Это у дьявола заколдованный демонический круг, сиротство его называют. Родился, сын начал еще хуже. Тот сирота сожрал все, сожрал своего сына, его сын начал еще хуже. И практически, чем мы дальше идем, по духовному ДНК, если брать религию, религия это вообще тряпье, что осталось с христианством. Кто-то может понять, о чем я сейчас говорю? Религия. И что Бог сейчас делает? Он возрождает иное ДНК. И то ДНК, то тряпье под названием религия, оно никогда нас не признает, потому что мы с вами живем в богатстве и наследии небесного отца. Они говорят, как это Бог может вам вот так все просто дать? И золото, и эле, и новые там части тела, и тут растет, и там растет, и здесь благословение. Да, сирота религиозная, потому что мы дети Бога. Это вы питаетесь недостойные никогда в жизни крошками. Мы хаваем батоны. Кто-то может понять? Не потому, что я крутой, и там, потому что я понял сыну, сыновство, я понял, что это благодать, а не мои дела. И все. Я понял это. И ты пойми, тоже будешь немного выглядеть нагловато. Но вы знаете, честно сказать, только сыновья нагловато выглядят. Туда подробность не буду, я немножко рассказал о моих сыновьях в Праге, послушайте, пойми. Дальше. О сыне вернете. Смотри. И это заколдованная девочка. Только представьте, где бы сейчас находилась ДНК пророков, если бы не было обрывов, духовных обрывов. Представь, что бы было, если бы такие люди, как Илья, Елисей, со своими костями, которые воскрешали мертвых, передавалось все до наших пророков. Можете сказать, что бы сейчас было, если бы Денбол не всовывался со своим сиротством и не уничтожал линию, не обрезал линию ДНК. Что бы сейчас было в наследии, если бы не рвалось, не рвалось, не рвалось. Сейчас бы такие личности по земле ходили, что ой-ой-ой. Ну, у дьявола есть свои планы, у человека есть своя воля, поэтому он и играет на этом всем. Окей? Дальше. Большинство христиан в церкви спасены, но они не входят в свои наследия и территории. Все, что им принадлежит, это в конце... Я помню, как пиесятник мечтал, Бог, не дай мне сдохнуть, чтобы не попросить у тебя прощения. Сейчас я понимаю, это все, к чему была сведена моя христианская жизнь. Чтобы в конце жизни не сдохнуть, знаете, там, разбившись в пьяне на машине, а чтобы просто на кровати там где-то подкапельнить, там просто сказать, Иисус, прости. Я не хочу свести мою жизнь до этого, и я хочу быть сыном. Дорогие, давайте скажем так, если отдавать жизнь, давайте ее всю отдадим. Давайте перестанем играться вот в это все, вот игру. Окей? Давайте переставим играться. Если всю, то всю. Если не всю, не трать свое время. Иди живи, потому что, честно сказать, лучше наживи здесь. Потому что, честно сказать, тебе не видать ни того, ни этого. Окей? Поэтому я так скажу, что лучше или отдай все, посвяти, похорони себя для Иисуса Христа и наслаждайся, живя на территории царя, получая награду от него, или просто живи уже, не морочься, и попроси у Бога, конечно, чтобы не сдохнуть без покаяния. И это опция религии. Следующее поколение. Вы знаете, самое интересное, меня уделяет тот факт, что демоны и бесы до последнего охраняют свои территории. Также ведьмы научились передавать духовно-демоническое наследие следующему поколению ведьм. Вы знаете, что самое интересное? Когда я изучал демонологию, изучал сатанизм, опять же, с точки зрения христианства, поймите, я не шел туда, поймите, поймите, я изучал книги людей, которые были в сатанизме, которые были ведьмами, людей, которых Бог спас. Я не хочу читать те, которые там находятся, меня они ничему научить не могут. Я читал те, которые спаслись. Вы знаете, что я увидел? Они все говорили, что каждая ведьма становилась сильнее и мудрее. В каждой ведьме, которая рождалась после, она в себе имела больше демонов, она больше контролировала территориями. Вы знаете, что на этой земле сейчас живут очень духовно сильные люди. Я имею в виду демонически сильно, окей? О чем это говорит? Это говорит о том, что дьявол украл этот же метод, эту же методику у Бога, и он это делает у себя, окей? Они, и заметьте, что ведьмы все строят царство чье? Его. Никто из них не строит свое царство. Они все до ненормальности посвящены сатане. Кто-то понимает, о чем это говорит? Они все проданы. Дорогие мои, это все построено на концепте сынов Бога, в которых мы должны превратиться. Ведьмы живут этими принципами и побеждают. Смотрите, что на земле творится. Дорогие, ну я знаю, поднимаются сыны. И их ничего не остановит. Поднимаются сыны, поднимаются реальные дети Бога. Я знаю, что очень скоро мы с вами увидим все измененным, абсолютно все измененным. Поэтому приготовьтесь. Итак, дети Бога до сих пор в ступоре пожирают свое наследие, ничего не передают. Поэтому следующее поколение христиан слабее предыдущего. Окей? Слабее, 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 слабее. И вообще сжирают друг друга даже. Окей? Это план сатаны, лишить детей Бога их наследия, их мантий. Но я скажу вам честно, мы другое поколение, которое вошло в сыновство и входит в сыновство, и не только охраним наследие, мы с удовольствием передадим его сынам Бога в следующем поколении. Потому что мне не за что сражаться, и у меня на этой земле своего ничего нет. Я с удовольствием передам наследие, которое Бог дал мне, личности или личностям, которых Бог укажет. Окей? Просто позорно наблюдать, как в церквях пастора соперничают с прихожанами. Это просто позорище. Позорище. Не успевает кто-то сильный в двери войти, пастор должен его выжить. Почему? Потому что душонка у него сиротская. Потому что он не может около себя иметь сильных людей. Все должны быть тупые или тупее. Окей? И таким образом мы все выживаем с вами. Окей? Наоборот, а Бог хочет обогатить тебя людьми, которые больше тебя. Вы знаете, что у царства Давида была армия из 30. Каждый из 30 был сильнее Давида. Я серьезно говорю? Они даже Давиду сказали, ты больше воевать не идешь. Мы делаем все. Окей? Эти 30 были сильнее. Каждый из них, Библия говорит, каждый из них был сильнее Давида. Что это значит? Это значит, что только сильные могут признать сильные. Только сыновья могут признать сыновей. Знаете, с кем я не буду соперничать? Никогда. С моим сыном. Потому что я рад, когда у него будет больше, чем у меня. Кто-то понимает концепцию? Поэтому соперничает только то, что не имеет одной генеалогии и этой линии. Соперничают друг с другом люди, которые не вошли в свои позиции. Дальше. Проблема большинства христиан в том, что они строят свои маленькие царства, а сыновья света строят царство своего отца. Поэтому и допущены к наследию, тайнам и глубинам Бога. Окей? Семья. Начиная с Эдемского сада, по сей день это все битва за твое имя, твою территорию, твое ДНК. Это твое наследие, а в этом все твое и мое будущее. Если сатана распознал важность этого, не время ли нам, Церкви Христа, распознать важность владения своим наследием, своими территориями и войти в свои позиции? Я понял, что владею огромными духовными территориями, духовным наследием только тогда, когда увидел, как дьявол атакует меня без остановки. Знаете, как я понял, что я обладаю очень серьезными вещами по атакам? Не по благословениям, не по каким-то там процветаниям, по атаке сатаны на мою жизнь. Без остановки, без конца, год за годом, день за днем, через людей, через свое сознание, через друзей, через врагов. Я просто в шоке, я думаю, Бог, что это? Он говорит, ты носишь в себе наследие, и оно распознается духовным миром дьявола и атакуется им. Без остановки, без передышки. Он бросает все силы против меня, против одного меня, смотрю, я просто удивляюсь иногда, пытаясь овладеть тем, что по праву принадлежит мне и сынам Бога после меня. Наследники ДНК отца. Это то, что мы называем невестой. Давайте немножко коснемся невесты. Очень коротенько, я почти закончу, почти закончу. Я верю, я туда еще, я верю, я в это откровение провалюсь чуть попозже. О, невеста, дорогие, вот это невеста и есть. Сейчас я вам объясню. Меня это просто взорвало, когда я это увидел, что оно в отце было. Вот это то, что мы называем невестой. Невеста была создана отцом для первенца сына Иисуса Христа. Невеста выходит из самого Бога, как его собственная ДНК. Кто-то понимает? Для его же сына. Рождается первенец сын. Ему, он как первенец, обладает всем наследием. Каким наследием обладает сын? Твоим и моим, то, что перед нами и после нас. Другими словами, когда отец создает сына, первенец, он рожденный от него, самое начало всех начал, сын Бога. И потом из него выходят массы, которые его собственность, его ДНК, создаваемые прямо сейчас для его сына. Но мы одно ДНК с Иисусом Христом. Кто-то понимает? Многие званы. Кто-то понимает? Многих зовут. Многих зовут. Многие говорят, давайте, присоединяйтесь. Но немногие станут частью духовного наследия сына. И поэтому я посвящаю мою жизнь, чтобы быть церковью Иисуса Христа, принадлежать его ДНК и впоследствии жить с ним вечно, навсегда. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот эта невеста, эта церковь, это, другими словами, только его может соединиться с ним. Только то, что создано отцом, только то, что продано отцу, может быть допущено как невеста к сыну. И вот это то, что сейчас с вами происходит и с нами со всеми происходит. Невеста выходит из самого Бога для его сына. Сын соединяется только с ДНК и линией наследия, которые приготовил отец для своего сына. Невеста сейчас в процессе созревания и приготовления для сына. Теперь некоторые соединились с вас, да, точки? Что сейчас происходит? Сейчас рождается наследие сына Бога, которое в процессе, все это богатство, в которого частью являюсь я и частью являешься ты, мы все, это богатство, сам отец, как невесту, подарит своему сыну. Кто-то понимает эту селищу? Представляешь, да, все это сейчас обогащается, нарастает, все эти спасенные души, чудеса, знамения, слава, духовные битвы, ходатайства, все это богатство. Можешь себе представить, ты навечно в генеалогии Бога, в ДНК Бога прописано твое имя. Вот это книга жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это книга жизни, она живая, в ней живое ДНК, и в этом ДНК находишься ты. Мое имя записано в книге Агнца перед созданием всего мира. Боже мой. Также я понял, что размножаться позволено только наследникам и сынам света. Другими словами объясняю. Никому не позволено духовно размножаться только тем, кто принадлежит к этому духовному ДНК. Это значит, что влияние, если кто-то хочет послушать, что такое гравитация сынов, я говорил в Портленде, обязательно прослушайте, это целая тема. Я рассказывал о том, что такое гравитация и как создается гравитация, которая затягивает. Гравитация – это наследие сынов. Это позволить размножаться. Это значит, я, когда вошел в генеалогию Бога и стал частью, хочу я или нет, я буду порождать тысячи и тысячи и тысячи духовных сыновей и дочерей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не потому, что я хочу, а потому, что мне допущено Иисусом стать частью его невесты. Значит, мне как невесте позволено размножаться. Все остальное, оно, его организм отторгает и размножаться. Они могут кричать с кафедры, они могут даже купить такой же микрофон. Точно такие камеры или даже лучше. Но размножению они не подлежат, потому как не строят царство Отца и не принадлежат его Сын. Все понимают, да? Они строят свое. Заканчиваю. Спасенные народы и Сыны Света – это абсолютно две разные категории. Каждая линия ДНК умножается, расширяется и приносит Отцу славу. Религия – это подделка сатаны, только напоминающая оригинал. Но в реальности это пустышка, холостой выстрел и обман. У Дидей Бога есть доступ у каждого к своей наследственной линии ДНК. Там все откровения твоей функции и твоего элемента. Эймен. Я вложил три проповеди в одну. Я рад за тебя, что твое сердечко выдержало. Давайте поднимемся, давайте поднимемся. Давайте встанем. Я верю, что это откровение еще немножко осядет в тебя. Но так как мы находимся в этом сезоне, я верю, что оно съедается легко, оно понимается. Иисус, я благодарю Тебя. Закрой глаза. Закрой глаза. Подними руки, просто подними сейчас руки в знак Твоей капитуляции. Просто скажи ему, Отец, я абсолютно Твой. Прямо сейчас заключи с ним завет сыновства. Просто скажи, я Твое наследие. Я Твое дитё. Я принадлежу только Тебе. Все мое Твое. Ничего своего у меня нет. Я исключительно строю царство моего Отца. Просто так и скажи, я строю царство моего Отца. Отрекись от всех нечистых мотивов. Прямо сейчас. Так и скажи, Небесный Отец. Я отрекаюсь от того, что я придумал себе. Ничего на этой земле нет моего. Я на этой земле рожден. Быть Твоей семьей. Обогатить Твое царство. Пожертвовать себя. И только потом войти в вечность. И войти в мое наследие. Наслаждаться тем, что Бог приготовил для меня в реальной вечной жизни. Я рожден прославить имя Небесного Отца. Я отрекаюсь от всего того, что люди попытались навесить на меня. И я отдаю мою жизнь в Твои руки. И верю, Господь, что я вхожу в мое ДНК, в мое наследие. В то, что Ты определил для меня. И моя жизнь – это жертва. Абсолютная жертва для Тебя. Для Твоего Сына. Невеста больше не имеет своего имени. Невеста не носит своей фамилии. Она отдана своему жениху. Она отдана тому, с которым обручена. Мы отдаем Тебе все, любимый. Еще раз говорим Тебе. Мы благодарим Тебя за этот прекрасный сезон. Мы благодарим Тебя за то, куда Ты призвал нас. Мы благодарим Тебя, любимый, и славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя за все драгоценное. Прими славу, честь и все наше поклонение. Амин. Воздаем славу. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ